Четыре мешка отробыл. Валера приезжал. За сколько времени можно мешок сделать? Получается 20 килограмм. Да, мешок в час. А здесь лопастя с чего? Вентилятор с комбайна. Молотки. Там наварена газовая рессора, вырезана болгаркой и приварена. На заказ не делаете? Нет. Это крупоружка. Вообще-то, я побывался у меня твой. Это он сделал. Вот эта железяка. Это называется солнечная передача с комбайна Нила. И зубы, зубы там, бачишь, их шестеренка. Да, да, да. Я это взял, я померил все. Взял вентилятор трактора. Вентилятор взял этот самый, флянчик выточил сюда. Это я готовый взял на базаре. Я не знаю, что оно было. Короче, коробок. Нет, это вварился. Час двадцать мешок. Час мешок. Ну, понятно, да. Если оно что-то бьет, если сахар сухой, дождь бьет. Если влажный, бьет быстрее. Не забивается ничего? Нет, нет, нет. Ну, вот это же через сетку оно сюда все. Да, да, да. Это запаяно же, да? Да, да, да. Это жулочкой заклеили, сетку надо менять. А, дырочки. Дыркой протирать, да. Ну, сетка есть в замене, надо делать. Это уже добываем в этом году. Протираю их. Сахар плотный протирается. Потом вот опраска. Пролеталась. Резиночка. Резиночкой придавил. Корыту перемыз. Ладно. Тряпкой я вкутал прищепкой хлебки. Выставляешь его тогда? Ну, да, совершенно. Ну, вообще тяжело сахар молоть. Два ремня стоит, два забуксуют. Грязи тоже мазать надо. Ну, нагрузка хорошая, сахар крепкий просто. Ну, да, перемолоть его. Ну, опять же, одну фазную мы взяли где-то купил ей. Две тысячи, считай, отдал за ней. Ведро за час. Думаете, а нафиг она так и нужна? Ну, хотя мы по ее принципу все сделали. А теперь за час мешок. Классно. Просто мешок. Сейчас дробим, например, в полудру. Бетономешалка, да? А сироп не работает бетономешалкой? Воно миксером быстрее. Да? Да. Миксером быстрее. Так, заготовочки. Рамки. Рамочки. С прошлого досталось. Короче бетономешалки Канди. Бетономешалка нет для строительства. Не-не-не. Тут она... Ну, даже поналипала еще. Крутяк. Вот так вот. Ну, воно не знаю. Ну, воно 15, наверное, мешает, да? Может чуть больше. Ну, пока я дробью замешал. Ну да. Ну, с утра встали, быстренько замешали. Меду наковырял на весах поставил. Это у нас получается так. Мешок на весах клац. 25 кг отважа в полмешка. Пошли дробить. Пока дробится, я долбу мед. С подсолнечника. На сонечко выкину, что-то ж кипятогрився. Потом, ну, я не знаю, грамм 600 кипятка, 700 линдул. Ну, ну, как. Если по стаканчикам мы чуть больше воды льем, чтоб оно легче было, оно заряжать его. А если я под кормку чуть меньше воды. Ну, замешал кубик, шлеп его и все. Это колоссальный фронт работы. Это просто колоссальный. Ну, короче, бетономешалка справляется полностью. Вот это замешать канди. 15 минут кубик готов. Как раз кубик получается полный канди. Ага, это хорошо. Проверено. Есть видео на канале, кстати. Да, ну, правда. Мы в настоянности. Где видео? У вас есть видео? На канале, да. У вас всякого канди? Да, да. Надо зайти до вас. Что-то я не помню. Да, я смотрел все видео. Может, я пропустил? Да, там и бетономешалка. Я это видел. Я это видел. Так ты уже в том же видео. В том же видео. Да. Просто в конце. До конца не додивился. Ааа, дальше. Не, додивился, да. Я дожусь видео до конца. Для рамочек джик-джик-джик. И там это за руль дырки. Под доставкой. Ага. Чего под доставкой? До стачка есть заготовочки, да? Ааа, в смысле, сейчас там отрегулировано. Вообще рамки сверли не у нас. У нас тут проволок рамки чекают. Не, ну вы молодцы. Знаешь, семейный подряд. Вот эти рамки это. Ну, тополь. Три проволоки все. И все. На три проволоки. Да. Ну, конечно, если ващина, светлая рамка. Наклоняешь, она от высадки. А, может это. Класс в бок. Да, да. Пока они приляпают уже более серьезно. Ага. Зачем заморачиваться? Четыре, пять. Пацаны, если обрывается, если жарко, она обрывается вверху всегда. Она там, ну, не было такого, чтоб снизу оторвалась. Ага. Хорошо. Да. Я тогда снимаю. Чтоб показать, кто что там был. Пошли в столярку. Пошли, пошли, конечно. Пошли, пошли. Пошли отсюда. Все оно, конечно, как есть, как всели. За то, как есть. Ну, да. Фрезер самодельный. У каждого пасечника такой даже есть. Регулируется шайба. Ну, да. Шайбы высадь. Например, надо тебе, у нас же еще гулики клеить. Клеим вот таким вот фрезером. А, вы на клей садите, да? А, ты, а, за шайбой. Вот шайбу раз отрегулировал, и пошел. Вот, например, заготовок наделал и сразу. Мы их сразу подбираем примерно по размеру. Линейкой там. 11, 12, 20. Ну, какие размеры. И в пачки складываем. А потом, как на конструкторе ее. Клац, 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 собрал. Уже потом подровнял, пошлифовал форматом на это. Тоже все оно быстренько, четенько устраивается. На 520. Вот размер надо дать. Зажал. Ну, если много обпиляем, то еще фиксируем дополнительно, чтобы не сдвинулось саморезами. А, широкий вот есть. Ну, можно и фанера, да, удобно, стол широкий. Он не планирует все реже. Весь мы снимаем. Планирует все. Бумага, чтобы фуганок не близко. Да, 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 правильно. Регулирует все. 6 миллиметров снимать. А, да тут регулятор серьезный. Так, а я же тебе что? Он 6 миллиметров за проход снимает. Ну, вот мы доской режем, она с пелорамой доской. Ну, сейчас до человека. Нифига себе. Ни разу в жизни не получилось купить нормальную доску. Вся она битая. Я как я знаю. Снимай 3 миллиметра. Я ему показываю 23 миллиметра на пальцах. И раз, клац. 6 миллиметров, клац. Не нравится, что это? Не надо так. А раз, ну и. Прогладывает какая-то. Круто. А Рейсмус рабочий, нет? В чем-то фиксируется эта штучка, нет? Она просто там на эксцентре, она туга. Но она сама не опускается. Просто мы ее тоже начали регулировать, что им достался нам. Одни только, одни верхушки. Ну, с танины, да? Ну, да. А с плиты. А самой станины не было. Это самодельник. И начали ее регулировать. Нифига мы ее не отрегулируем. Пока уже это правило купил. Специально. Начали правило регулировать. И уже мы ее откладывали тут шайбами. Откладками. Это то, что пришлось развилить. Вот это дело. Что-то неправильно было. Разрезом сварили я эту штучку приварнули. Ну, да. Короче, мульти делайте сами. Все сами улики поделали. Улики, рамки. Короче. Рамки, да. Кровати. Я себе дома Сашка спальню сделал полностью. Сами кровать сделаем. Гаде, сестры из жилки. Тоже полностью кровати им поделал. То есть каркасы собирай, а матрасы отдельно покупать. Да, да, да. Угу. Ну, сервис там вот так. Так. Противоокна не видно. Ну да. Ну да. Ну, опять же. Давай приберу эту футу. Да и можно открутый давай разберусь. Не, не надо, не надо. Тут же тоже. Снимаем сюда на 22 на 25 с рамкой-то. Плыта круче-то тут фанера встала на саморезиках. Если надо, открутил все это. Ну, это вообще-то, если честно, это линейка еще. Нам надо было просто рамки пылять. И чтоб побыстрее их пылять. Я ее так сделал. Нам надо было просто 10 на 25. Все. Дальше будет по такому принципу линейка стоять. Шкала будет стоять все, как положено. И... На рамке. Три рамочки. Три заготовки. Да. Чтобы три заготовки было. Да и обреживайся. Вот это 12 на 12. Ну, не просто. Червяка? Да. Раз. Ну да. Кондуктор. Нажми на тормоза. Мини-цех. Производство улей. Да? Вот именно для нас. Для нас хватает. Ну, чтоб мы попробуем подокуплять их улья. Да. 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 Потому что сейчас заезжаешь на пилораму на любую. Ну, как на любую. Ну, более-менее достойную. Одни улья. Штампует, штампует, штампует. 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 Раньше двери. Сейчас снимаю. Нормально. Хорошо станки. Когда есть станки, то хорошо. Ни капиевные. Вложены тут. Вот. Старкателем можно обложить. А толку этого будет никакого. Да. Тут и кухня была. А это ж вылопали, печку выкинули. В общем, началось... Рейсмус нормальный? Энергомаш. Нормальный, да. Работа. Рабочий. 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 Ножиточий. Да понятно. Вот это вловил и что-то. Да, не без того. Не, ну, главное, что рабочий. В плане Энергомаш. Ну, слабо. По миллиметру снимаем. Если широкая доска, то миллиметр. Ну, зато работа. Ну, чем шире, да. Стараемся все делать на этом. На фуганке максимально подгонять. Чтобы тут погладить. Ну, да. Чтобы тут чисто... Причесать. Да. О, так тут двумылики. Ого себе! Досточка. Это овшанник такой, раньше, да? Ну, да. Это ж, типа, да. Да, да, да. А, это ценовый, да? То есть, ну, только сделано. Да. Еще не обкатанное. Еще нет. Браки. Запасы, то есть... В ящик, нуклеусы. О, нуклеусы, конечно, темно, конечно, тут. Да нет, зачем, Андрюха. Да не надо, Андрюха. Делал, делал. Мы лучше сейчас... Да нормально, у меня все побачили. Дарю вам. Готова конструкция. Будет справедливо. Ой, ой. Нуклеус. Сюда рамочки становятся, стаканчики. Так, есть такой. Так, что у вас там дальше? Ящик? Да. Ну, это для этого. Ага, для пакета. На продажу делаете? Нет, я скажу, раньше на Россию приезжали россияне, брали с ящиками. А, ну полностью. А сейчас, если мы их нашли, то сейчас уже наши вместе приезжают со своими ящиками. Ну да. И мы по возможности то продаем, конечно, но... 50 рублей. Ого-го-го. Нет, продаем 50 рублей. А, я понял. А поиграйся с ним. Ну, в принципе, вырезается, прибывается сетка. Не, ну если человек приезжает с изюмах, образно говоря. Ну хватит. Да, я убил его, отвез то. Да, я убил. Да, я убил. На вечер вообще не посадил их. То есть, если им нужно больше суток расплод выхода. Пчелы дофига, им уже не надо вентиляцию хорошую. А если так, что, например, поставил 3 расплодных там одну трусную рамку, хромовукину, ну там, ну, пока пчела выехали, начало крупить уже. Ну, у нас, не знаю, сейчас трост в городе, через 13-го валяется в этой ящик. Просто сейчас не нужно. Вадим всем. Запас, запас, как говорится, не жми. Заброшивается с собой. Сходи, сходи, сходи. Да, пошли, что раму будет. О, 4 рамы? Да, давай. А вот это, что, вот это? Это рамки забывать. Ага. Это типа кондуктор, только подвозник. Ага. Это все понятно. Кондуктор, нажми на тормоза. Два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Шесть семеек, да? Нет, три. Три? Просто на это, да, в общем, оно там как. Так, с весны, мы как заселяли, я ее сделал в такие перегородки времени, чтоб 6 штук, чтоб сразу заселить, чтоб сразу можно было лежать. А, ну там в принципе можно по 6, ну получается. Можно 6, да. Ну сейчас по этому. Ой, дай я ж подавлюсь. Теперь никто не вновь будет, значит, кто качает в это, валяется тут иногда. По пьянке. По пьянке, да? Ну да. Прополис, она схожа. Запах. Ну вообще хорошо с ним засыпать. Ну не лежал, на хторке будет. Не, я хочу сделать, но я домиком хочу сделать. А, ну домиком, ну мы попроще, гробиком сделаем. Нюма, ты лягаешь, жужжу, жужжу, жужжить. И что, закрывается? Минут через 15, да, закрывается ты там лежишь. Минут через 15 бах и заснул. А потом, если я несколько раз у него спал, Ромка, стука покрышки, вставай. А я глаза не могу открыть, проснусь или не могу. Хочется спать. Ну так, грусть и память. Я буду покрышки распять. А, ну. Вентиляция, да? Да что, мини, а она функцию свою выполняет. Такая еще нужна, правильно? Ну да. Заготовочки, да? Да. Да, потому что надо что-то делать. Заготовочки. Он уже все-таки был взялись. Катрушка и оставалась. Так, а вон подсолнух ваш. Огородик сидит. Уже картошку не сядет. Да, у вас уже картошку не сядет. Картошку не сядет, да? Нет, картошку не сядет. Подсолнух. Сейчас я пейзажи снимаю. Ну, она тоже мы ее передвинула, она там стояла у нас. Мы их дрова привезли. Пока я ничего не понимаю, если честно. Что циркуляр-то? Февая рама. А, февая рама, да? Да. А, все. Уже понял. Пока кинули и так. А, теперь я понял. Да, и смотри, а ну поехала. Надо поставить ее на рельсы. Рельсы, да? Отдавали. Как будто мы дрова перед той. Блин, надо ее поправить на колеса. А колеса где? Там вот тут колеса. А люди, отбери, что ты? Я как-то вставоч. Сама дедушка занимается в основном. Ага, и погнал. А ну там... Короче, бензинчик, да? Ага. Саня сюда... Нет, 380. А, он же движок, елки па. Я просто сюда глянул. Движок же что? Нет, сейчас приподнять. Перебор назад. Но она, как выставлено, хорошо пыляет. Все. Все. О! Все, она работает. И то есть потихонечку... Да, он же, давай, подъемы. Ну, так витрючок закладывает. А, высота, да? Да, так витрючок закладывает. Да, так витрючок закладывает, а потом... Высота, ну, только линейку я тут ставил. Вон она, что-то не совпадает. Мы делаем это. Вот, например, на рейс мы все нарубаем. Например, 30-ку надо, да, или 35 доску. Заготовочек, как их сделали. Ну, шаблончик. Кладся пустых. Ну, да, по шаблончику. А это у нас масло-то смажется просто цепот. Цепот. Это дружба. Что-то Урал советский. Он там по трубочке капает на него, да? Да, постоянно кап-кап-кап-кап. Ну, смазка, да. Ага. Вот мы купили и пылочку. У нас заточки 10 градусов надо обязательно. Для продольного реза. А иначе вот и так шоршало-резало. Но она лежит четко. Это такой аромат. Пропил, конечно, у ней... Да, сантиметр. Ну, немало для этого, да? У этого нема ничего. Короче, нам надо, например, доску, если сухую доску уже резать. То есть, ну, получается, как... Например, нам надо 25, да? Ну, 27 делаешь. Ну, 28 можно. Вот я раз погладывал на фуганочку, перевернул. Ну, раз на риску. Все. Идеально ровная доска получается. А брали эти же ленточные пилорамы? А если ленточные пилорамы, то как на волну попадет, караул, стружишь, 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 стружишь. И оно получается по деньгам. И мы решили вот эту кругляк брать. Лучше мы, я сам, не отрежем эту доску, которую нам надо. Но оно получается не кругляк, а вот такая шпала, оно называется. Смотрите. Смотрите. Продолжили взяли. Сами делали? Да. Да. Тест. Тоже попалась. Тест все поделал. Тест все поделал. Блин, у вас инженерно-техническое образование просто... Ну если б не трех, конечно, не блокки его ничего. Трошки она под углом стоит. Сначала она была вот эта, сейчас здесь доска стоит. Если ровно-реже, чуть-чуть то, туговато. А вот чуть угол сменили, уже легче. Угол самого наклона, да? Да. Сюда ложится дрючок. На 2,25 рассчитано. Туда в зубы вставляешь, забыв дрючок. Да. Тоже кувалдой забыл? Тоже кувалдой забыл? Зафиксаторы и все. Так вам даже шпалы прикольно. Они же уже получается ровненькие. Да. А вот эти шпалы мы уже и пылять не будем. Я отсажду лично. Получается, я так померял сходы примерно. 450 диск надо. Возьму, наверное, хороший. Для грубого реза. Попробуем ее на станку. Не, ну, опять же, 380. Ну, 380, да. Венширует, то можно, конечно. Нормально. Я просто, я такое не видел ни разу, честно. Маловато оборотов, чуть-чуть побольше. Ну, не надо мотора такого. Покупайте ее специально. Вроде пролепил и пыляя. Ну, тоже она есть на виду. Тоже оттупали. Ну, именно, что тупать. 25 метров режешь свободно. А потом снимаешь сипок. Питачил. Питачил. Сипок проседания, да. Ну, то шестоночек. Крупилы по 10 градусов, чтобы четко было. Чтобы оно... Иначе это напильником не заточишь так. И плюс оно... Ну, вручную сторону так, конечно, не заточишь. Да, чтобы четко было. А почему потом... Вот этой ночной листы в сторону или не то. Ну, в общем, она четко точится. Ну, в общем-то... Ну, он и есть такие... За месяц. За месяц. Вот вы четыре лохвета. Ну, так их утопали. Попинем на доску. Все забыли. Все забыли. Попинем на доску. Попинем на доску. Попинем на доску. Продолжение следует...